Профессиональное оборудование для ресторанов разместили в одном из корпусов технологического колледжа. На каждое задание дается полтора часа. За это время из одинакового набора продуктов команды из двух поваров и кондитера должны приготовить холодную закуску, горячие блюда и десерт. Жюри оценивает все от качества блюда до оформления. Десерт вкусный, вкусный. Соты красиво сделала. Ну что ж ты красивые соты и спрятала их. Зачем ты свою работу, на которую ты истратил, я же видел, ты истратила много времени из соты. Хоть теперь поверь, соты это или просто пластинка из белого шоколада. Сот надо было здесь оставить. Председатель жюри и конкурса шеф Алярус Виктор Беляев рассказывает, жюри объективно оценивает каждого участника. Критика, которую они слышат, звучит так, чтобы команда, даже если не станет победителем конкурса, смогла дальше расти профессионально. И посмотрите, сколько команд, и даже среди девяти команд, а это много для такого города, пять команд молодых ребят, которые первый раз выступают. И вот это меня радует. Меня и моих коллег, потому что за нами кто-то есть. Значит, не зря мы учили, не зря мы проводим соревнования, потому что у них горят глаза. Надо отметить, что Рязань – это первый город с населением менее миллиона человек, которому дано право провести отборочный этап конкурса «Шеф Алярус». Проведение сегодняшнего мероприятия очень важно для города. Тем более, вы все знаете, что в этом году Рязань является новогодней столицей России. В связи с этим мы ожидаем очень большое прибытие туристов. А туристический бренд без гастрономического просто немыслим. В рамках конкурса студенты смогли познакомиться с работой современного ресторанного оборудования, а для представителей ресторанного бизнеса прошли мастер-классы.